Кусочек акватики. Я только что наплавала здесь, с дым-сюдым. Тут через какое-то определенное время поднимаются волны. Вот там на табло горит, как сказать, типа... В общем, табло вас предупредит, через какое время начнется шторм. И, мол, голос мужской тоже скажет. И так начинается шторм. Ладно. Я только что обнаружила, вспомнила, что я как-то сегодня не позавтракала. Я выпила свою чашку кофе Мой сын и мой муж сегодня ремонтируют дом, ремонтируют скрин. Там у нас оборвалась сетка, которую натягивают от комаров. Хотя комаров у нас здесь нет. Сеточка натягивается, чтобы не лезли в дом. Змейки, черные во дворе живут. Чтобы не лезли как они называются? С хвостиками-то. Камилен. Ящерки, чтобы не залезали. И вот они сегодня снимают старый этот скрин и делают новый. Но чтобы снять старый скрин, необходимо оторвать все досточки, такие тоненькие реечки. Снять старый скрин, натянуть новый и прибить новенькие реечки. Но опять же, все это покрасить. Вот этим сегодня занимаются мой сын и мой муж. А я иду в буфет. Буфет это шведский стол. Буфет это шведский стол. Вот. Вот он говорит о том, что начинается шторм. Предупреждение. Я нашла, вернее, я знала, что здесь есть буфет, но ни разу не пользовалась. Причем буфет достаточно дорогой. 15 долларов стоит буфет, плюс такса надо заплатить через полное процентов. Ну, дорогой понятно. Почему? Потому что это аквапарк. Во всех аквапарках, на всех аттракционах везде еда очень дорогая. Ну, очень и очень, но достаточно. Немножко дороже, чем, допустим, вы найдете все это в городе. Так вот, этот буфет ешь весь день. То есть я могу покушать один раз там, туда прийти, два раза, три раза, до тех пор, пока я не уйду домой. Он работает до 4 часов. Так же, как и аквапарк работает. Аквапарк работает до 5. Так что я сейчас пойду покушаю. Там, правда, ассортимент не очень большой. Вот это детское местечко для деток. Ассортимент не очень большой, но там несколько видов пиц, салаты всякие разные. И что-то там еще есть. Покажу, если у меня батарейка не сидит, я покажу. Вот девочки-мальчики, лавгарды. Вот они стоят, вот работа. По-моему, он платит 2 доллара в день. Я спрашиваю точно не буду. У меня у кого-то спрашивали, я вас не помню. 9 долларов в час. Прошу прощения, в день. Им платят 9 долларов в час за то, что вот они стоят и как бы наблюдают, чтобы кем-то чего-то не приключили. Что бывает крайне редко. Ну, на всякий случай, мало ли. Но опять же, я считаю, что работа вот такая стоячая. Наверное, самая тяжелая работа, когда ты стоишь, ничего не делаешь. Все-таки работа должна предполагать какие-то действия. И вот они стоят, бедненькие, целый день на таком санцеплёке. Но сейчас, опять-таки, сегодня январь месяц, сегодня не жарко. Температура где-то 26 градусов. Такой лёгенький-лёгенький, такой ветерочек. Так, вот это один из тоже. Тут тоже еда. Но еда здесь никакая. Тут жареная картошка и какая-то курица жареная. Я стараюсь мясо не есть, хотя, конечно, я всё равно его ем изредка. То есть я не кручу носом, мне говорится, я мясо не ем вообще. Ну, всякие бывают моменты. Бывает, где-то попадёшь, а там нет рыбы. Что делать? Не умирать же с голоду. И дома даже иногда вот что-то сыну готовлю, котлетку какую-то. Я котлетку, конечно, съем. Но редко. Я очень люблю рыбу. Стараюсь есть рыбу. Опять же, не всегда. Вчера мне... Я поджарила себе три ребёшки. Целый день их ела. Сын принёс с рыбалки много рыбы, засолил её. Вот уже класснивая такая штука. Я так люблю на ней кататься. Тут нужно плавать. Можно просто одеть на себя вот этот спасательный жилет и плавать. Что такое сильное течение. А можно просто плавать, махать руками. Но я, как всегда, плаваю, но всё руками. Потому что нужна какая-то физическая нагрузка. Опять же, здесь, в Америке, где нагрузок практически никаких нет. Когда машина по заднице. И так далее. Вот я сейчас приближаюсь. Ой, пахнет краской. Вот это вот всё реставрируется. Вот закрыта. Вот эта горка реставрируется. И пахнет... Я так люблю этот запах краски. Наркомойка. Красочная. Вот ещё раз покажу карту вот этого аквапарка. Вот только что я ушла отсюда. Вот с этого пляжа. И вот я иду сейчас куда? Ага, я прошла вот здесь. Вот мимо этой детской площадки. Вот тут ресторан. Вот это вот сейчас реставрируется. Вот я сейчас подхожу сюда к детскому кусочку. и вот. Вот это вот есть буфет. Банана, бич, кукаут. Я уже покаталась сегодня вот на вот этой вот на этом аттракциончике. Проехала мимо. Проехала... Нет, на этом я покаталась. Я проехала через дельфинов. Вот здесь меня выкинула, выкрынула. Но пока больше нигде. Сейчас, конечно, самое время кататься, потому что людей очень мало. Очередей нет. Вот предупреждаю. Сейчас ведро с водой. Вот оно ведро с водой сейчас выльется. Вот этот колокольчик вон. Давай, 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 давай. Вот он, вот он, вот он наклоняет. Вау, красота такая. Ну это, конечно, все для деток. Я сама там, кстати, несколько раз покайфовала и даже покаталась вот на вот этих вот штучках. Так интересно. Я туда попала и мне сразу стало, наверное, лет 5-6. Вот честно, там сразу становишься ребенком. Красота бесподобная. И вот под этим зонтиком, вот с которого стекает туда вода, я делала фотографии. Такие фотки классные получились. Ладно. Я подхожу уже к буфету. Сейчас заплачу эти 16 долларов. Пойду наемся пиццы. Один раз можно. Я, конечно, вот, вот вторая вылила. Второе ведро вылила. Боже, как это. Я когда сюда прихожу, всегда я думаю, боже мой, как жалко, что со мной нет моего ребенка. Ну он уже, конечно, взрослый, Данька у меня, но он большой. Как я хотела маленького его сюда. Я когда приехала, я думала, я думала, я как будто что-то что-то украла у него, что ли. Тут должна быть... Напьешься, будешь. Место, конечно, для детей потрясающее. Мало того, что краски, вода, солнце, небо. Ну, классное удовольствие, в общем, один сложный. Ладно, пошли теперь. Пошли теперь. Я уже подошла почти к бюфету. Вот еще девочка стоит уже. Вот так вот она целый день должна стоять. Очень тяжело, конечно. Почему бы я не поставила себе какую-то штуку, чтобы она хотя бы посидела. Но они меняются. Они очень часто меняются. Особо на летом, когда жара. Я не знаю. По-моему, каждый час они меняются или каждые два часа. Я не могу это чувствовать. Вот я подхожу. Реструм – это туалет. Там же в туалете есть и душик. Там есть специальные переодевалочные комнатки. И вот я подхожу к буфетику к своему. Тут можно арендовать полотенце. Мало ли вы приехали и забыли полотенце. Вопрос там нет. По-моему, 4 доллара в день. Или 8 долларов. Я уже не помню. Но опять-таки, полотенце не такая уже обязательная вещь. Здесь можно искупаться и высушиться на солнце. Вот он, мой буфет. Вот эта вот речка, по которой я люблю плавать. С сильным течением он любит плавает. Класснёва. Класснёва вообще замечательно. Сейчас я перед буфетом зайду все-таки еще раз сниму вот эту речку. Это мое самое любимое место, потому что очень сильное течение, но так класснёва. Чувствуется, прямо все тело работает. потому что вот это течение, оно как бы, наверное, способствует напряжению мышц, что ли. Пошли. Итак, вот Банана Бич. All day буфет. Бофей. Они говорят бофей. Тенни произносится бофей. Так. И я сейчас покажу, что здесь что здесь меню. Здесь меню вот пицца, салат и макароны. Ну вот, наверное, все. Адалл. Адалл, это взрослые, платят 14,99. Дети от 3 до 9 платят 8,99. Ну, плюс таксы обязательно. Потому что без такс тут, конечно, никак. Так, сейчас я попробую достать денежку. Hello. I'm ready. Just a minute. Туда поставить капюшу? Туда поставить капюшу? 2, 2, 2, 2, let's do it. 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, Спасибо! Так, денежки прячем. Все прячем, шляпу снимаем. Ага, и мне на руку одевают обувь. Вот мне на руку одели такой паф. Паф это имеется ввиду билетик для прохода. И я пошла в этот буфет. Сейчас я посмотрю, что там есть. Шляпку надо уже снять, потому что мне тут уже она не пригодится. Так, здравствуйте, здравствуйте. Одна половина буфета закрыта, потому что, как я говорила, очень мало людей сегодня. И вот я могу выбирать абсолютно все, что я хочу. Я могу формировать свой собственный салат вот из всего, что я здесь вижу. С сухариками, с этими соусами, с какими-то. Я беру тарелочку, сама сформировала себе салатик. горяченькие булочки. Вот три вида пиццы. Макарончики, макарончики, соусы, макароны. Мяска здесь есть. Макарончики, макарончики, соль, сосиски. Ну, конечно, для арбуза даже есть. Какой-то крем очень вкусный, сладкий. Я его очень люблю. Ну, все, пошла я кушать. Все, бон аппетит для меня. Бон аппетит. Макарончики, макароны. Макарончики. Макарончики. Продолжение следует...